Значит, мы с вами будем рассматривать представительные зоны почек. Вот первая представительная зона, которая резко бросается в лицо, это наша переорбитальная область глаза. Вот все, что касается этой переорбитальной области, это отношение к почке. Причем здесь правый глаз, правая почка. Левый глаз, левая почка. То есть, когда мы видим различные сосудистые рисунки на веках, при закрытии глаза, это говорит о том, что застой, венозный застой в области почки. Вы сами будете видеть свои результаты, когда отработан животом, улучшив состояние этой области, сосудистый рисунок начинает с век уходить. Теперь, если вы видите вену, проходящую через глазницу, ярко выраженную, то это нам несет информацию о патологии почки, чаще всего кисты почки. Через глазницу проходящую. Вена, идущая, вот предположим, на века, набухшая вена, большая, крупная, выделяющаяся, это говорит о том, что присутствует патология почки. То есть, вы будете обращать внимание, особенно кто работает на УЗИ, когда приходит и делает человек УЗИ, и когда киста почки, то каждый второй имеет вот такой ярко выраженный сосудистый рисунок. У меня есть отснятые материалы, может быть, даже получится, если не забыть, то завтра может компьютер принести, и на компьютере, там можно, здесь неудобно нам смотреть. Попробую вам показать. Так вот, все, что касается глаз. Когда мы с вами говорим о блефоритах, конъюнктивитах, это в первую очередь воспалительные процессы, которые происходят в почечных структурах. Это почки. Кроме всего прочего, почка у нас реагирует еще, как бы, регулирует, как бы, паш крови. Так вот, изменение, когда у нас идет закисление, и когда резервные возможности почки нарушаются, то тогда мы видим ацидонический сдвиг. То есть, если смотреть конъюнктиву глаза, то мы можем увидеть ярко, предположим, ярко-белую окраску. Она в норме должна быть розовая. Если закисление? Если закисление, она белого цвета. И вот как раз, когда человек гриппует, то во время гриппа идет мощный ацидонический сдвиг, закисление. И тогда мы можем проверить, достаточно взглянуть человеку, посмотреть конъюнктиву, и мы можем сказать, врет он нам или не врет. То есть, грипп очень часто при гриппе. Белая? Она должна быть, если она ярко-белая, белого цвета, это говорит про ацидоз. Если она ярко-красного, бордового цвета, это алкалоз. Но алкалоз я практически не встречал ни у кого. А в норме она розовая. Это все то, что относится к почечным структурам. Интересно, если она есть, будет алкалоз? Попробуйте. Попробуйте. Дело в том, что вы забываете о том, что есть буферные системы в организме, которые регулируют эти сдвиги. И насколько эта ваша буферная система работает, насколько она принимает, прикроет. При гриппе, допустим, да, в зону языке. Когда мы видим жировички в этой области, это тоже ярко выраженный застой. И очень часто камни, которые формируются, песок, который формируется в почках, он сопровождается появлением этих жировых бляшек. И когда мы восстанавливаем живот, эти жировые бляшки также благополучно исчезают. И если мы видим в области перорбитальной глаза растущие папилломы, то мы говорим об инфицировании самой почкой вируса папилломатоза, вирусом папилломатоза. Причем здесь так мы устроены, что, обратите внимание, почка обычно всегда рисуется целой системой. То есть вот в данном случае это представительство почки, область слезного протока – это лоханка почки, затем идет мочеточник, проходящий вот таким вот образом, а вот здесь мочевой пузырь до области надгортальника. Это представительство мочевого пузыря. И при патологии почки и всей мочеполовой системы мы имеем возможность вот здесь вот видеть вот эти вот полосы. То есть когда камень или песок движется по мочеточнику, мы видим полосу красную или белую, в зависимости от того преобладания парасимпатик или симпатик. И нам природа дает возможность интересную пронаблюдать, как движется камень по мочеточнику. И вот как раз мы, работая с внутренними органами, бывает так, что пошел камень по мочеточнику, появилась полоса, она остановилась здесь. Мы посмотрели, ага, эта полоса соответствует нахождению. Вот здесь мы потихонечку размялись, сняли. Ведь что происходит? Когда камень оцарапал мочеточник, мочеточник – это мышца, схватила его. И вот тогда происходит наполнение лоханки, почки, и мочеточник наполняется, и тогда появляется красная полоса. Мы расслабили эту область, затем пациент выпрямляется. Следующий камень шмык ниже, снова схватился ниже. Через какой-то промежуток времени снова появляется полоса, только она уже ниже. И вот таким образом мы имеем возможность, нам природа подсказывает, каким образом проследить движение камня по мочеточнику. Это как один из вариантов, когда мы имеем возможность видеть. И то же самое, когда женщина беременная, и когда беременность патологичная, ребенок начинает поворачиваться, плод начинает передавливать мочеточник, и вот в этот момент у беременной женщины вы можете увидеть красную или белую полосу на лице. Тогда вы укладываете женщину на бок, и через бок снимаете напряжение с области мочеточника, с области мочевого пузыря напряжение уходит, и эта складочка тоже уходит. И обычно снимается боль, и в принципе-то всем хорошо, и ребенку, и женщине. То есть нам природа сама подсказывает, что нужно делать. То есть вот рисунки она рисует здесь, все, только умея их читать, умея всматриваться в лицо, когда пришла пациентка, или пациент, у которого идет камень по мочеточнику, то вы все имеете возможность проследить, как это дело движется. И в то же время, в некоторых случаях, когда пишется о том, что слезной проток, вот смачиваемость глаза, в первую очередь, когда к вам приходит пациент, посматривайте, какие глаза сухие, влажные. То есть это тоже показатель. Если патология почки, то глаз сухой. И вы смотрите на глаза пациента, один глаз сухой, а другой увлажненный. Вот вам ситуация. И вам эта ситуация уже дает возможность задуматься, а почему же у него такой сухой глаз? Или у пациента, у которого сухие глаза, он начинается частое моргание. То есть он постоянно разговаривает и моргает с вами. В данном случае слезной проток тоже коррелируется, напрямую коррелируется с состоянием лоханки. Если в лоханке накапливается воспалительный процесс, идет воспалительный процесс, накапливается, скажем так, песок, или формируется камень, то это проявляется вот как раз слезным протоком. Ну и признаки большое количество выделяемого из глаза. То есть глаз, кроме всего прочего, еще можно сказать одну и такую вещь. Если мы будем говорить с вами о демодоксе, о клеще, а демодокс это чаще всего приведение... Откуда мы его можем получить? От попугайчиков. От подушек куриных. У работников птицеферм. Они поражены этим демодексом. Так вот, оказывается, этот клещ-демодекс, он в первую очередь поселяется там, где для него положительные условия. То есть изменилось PH этой переорбитальной области, изменилось PH века, и тогда появился клещ. И вот здесь, конечно, хорошо иметь при себе какой-то, предположим, микроскоп, когда вы можете выдернуть ресничку, посмотреть ее под микроскопом, и вы увидите этого клеща. И, конечно, если патология почки, я вам гарантирую, бесполезно бороться с этим клещом. Смазывая маслом. Ведь, в принципе, почему используются масла? Для того, чтобы изменить дыхание. Клещ дышит через кожу, если мы его маслом, скажем, обволакиваем, то он задыхается, якобы погибает. А с другой стороны, если благоприятные условия, то этот погиб, потом появился другой на этой почве. Это и гнойные выделения, это снижение остроты зрения, потому что токсин, который выделяется, выпадение ресничек, то есть человек становится без ресниц. Потом вырастает? Ну, потом да. Но в данном случае все эти комплексы, которые могут у женщин вызывать определенную ситуацию. Определенный комплекс, скажем так. Вот это нарушение, да. И поэтому-то, и что самое-то интересное, и линия, по которой располагается демодекс, клещ демодекс идет, это вот как раз линия мочиточника. А наоборот, когда слезоточилась? А? Наоборот, когда слезоточилась? А вот когда повышенная слезоточимость, здесь тоже можно отнести к каким-то воспалительным процессам, к почке, потому что почка, она регулирует калий-кальциевый обмен. Слезоточимость на мороз? А вот то же самое. Это дефицит. Кто говорит дефицит калия, кто говорит дефицит кальция. Но, в принципе, регуляторная функция в этом плане. Это в первую очередь почек. И вот здесь-то, вот что самое интересное, мы с вами говорим о патологии почек, но, извините, анализы-то все хорошие. И вот здесь возникает такая вот нестыковка. Почему? Пациенту ты говоришь, что, извините, у вас с почками не все нормально. Он говорит, у меня анализы хорошие. У меня все здорово. И УЗИ хорошие. То есть мы с вами говорим о функциональном отклонении. Вот представьте, приходит пациент, у которого 30% почки осталось живой, а анализы хорошие. То есть это говорит о том, что насколько наши почки обладают силой, запасом прочности, живучестью. И поэтому-то мы с вами должны говорить о функциональном снижении. И вот здесь вот как раз наши переорбитальные в области глаз, они нам нанесут информацию. И мы одновременно можем сказать, что там и перерастянутая кишка, что там пронисшая поперечная ободочная, судя по глазам, что она растянутая, перерастянутая. Ну да, что с этим можно побороться. Но для этого нужно поработать с животом. Приложить определенный труд, определенные старания. И опять же мы с вами говорим, что вот система, как здесь рисуется почка, а вот здесь вот надпочечник, надбровью. Надбровью это надпочечник. Здесь мочеточник, здесь мочевой пузырь. А вот посмотрите височную область. Это вот желчный пузырь, вот здесь его проток, вот здесь печень, и вот здесь его проток. А вот здесь вот, кроме всего прочего, имеется еще и представительство луковицы двенадцатиперстной кишки. То есть кусок отсюда взят и сюда помещен. Информация о нем. То же самое и с другой стороны. Представительство печени, протоки сюда, проток сюда, и вот здесь бухает с двенадцатиперстной кишки. А если опущена, то что не забудет? Что опущена? Почка. А об этом мы дальше будем с вами говорить. Вы забегаете немножко вперед. Красная-то тоже болезнь почки. Где? Где? Здесь белая? Ну, все, что касается глаза, в общем-то, чаще всего папилломы, покраснения, конъективиты, глифориты, то есть выпадение, скажем, ресничек, теперь тоже можно отнести патологию почек. Это все отношения к почке. Апьетно на радужке? Ну, радужка, это уже, мы с вами говорим, это уже другая форма диагностики, это отдельная песня. А симметрия глаз, вот разрезан. Теперь экзофтальм, присутствующий экзофтальм. Так вот, когда мы смотрим патологию почек, то обратите внимание, ребята, со стороны патологичной почки вы увидите экзофтальм. Чем более патология выражена, тем больше экзофтальм. Почему? Дело в том, что опять мы возвращаемся к этой представительной зоне, которая находится на шее. Отсюда выходят нервные волокна, которые управляют сосудами глаза, заглазной области, глазницы. Так вот, когда вены разбухают, они выдавливают глаз. И вот тогда мы видим вышедшие, видим экзофтальм. И обратите внимание, что имеются случаи, когда гипертоники во время чихания глаза выпадают. то есть сосуды выдавливают оттуда. И у нас в одного доктора во время, предположим, автомобильной катастрофы, когда человек вылетает или ударяется головой обо что-то, тоже глаза выпадают. А здесь уже, когда гипертоник, когда человек тучный, когда уже глаза, вот, уже выдавило их наполовину, осталось так чихнуть, и глазуя повис. И у нас в одной докторе, когда у папы выпали таким образом глаза, она была в шоке, с ней дурно. И скорая помощь не знает, кому приводить. Кого приводить в порядок. Вставили? Вставили, конечно. То есть, вот маленькая особенность всего этого. То есть, и поэтому, когда вы рассматриваете не только глазницы, вы посматриваете, насколько сухой глаз, насколько красные глаза, насколько он вышедший из, скажем, глазницы. Это все показатели того, насколько наша функция почки снижена. Субтитры создавал DimaTorzok